Один из самых серых и при этом самых заметных бизнесов в нашей стране. Только представьте себе, каждый день их видят все, а работают они почти все нелегально. Это таксисты. Более 90% этого очень прибыльного бизнеса в тени. Никто не проверяет ни состояние машин, ни состояние водителей, никто не несет ответственности даже в случае серьезной аварии. Власть много лет обещает решить эту проблему, но каждый раз решение откладывается. А значит, каждый раз садясь в такси, пассажиру стоит рассчитывать лишь на свою удачу. Убедилась в этом и Евгения Коваленко. После столкновения с отбойником пассажиру такси оторвало руку. ДТП с участием такси есть пострадавшие. Таксист сбил человека на пешеходном переходе. Такими заголовками уже, увы, никого не удивишь. Поездка в такси как экстрим-аттракцион. Ведь попасть в машину к агрессивному, неадекватному и даже пьяному водителю проще простого. А все потому, что рынок такси никто не контролирует. Нет гарантии, что везет вас здоровый человек и на исправном авто. Вика поздно ночью заказала такси в популярном приложении. Говорит, машина была приличная. Водитель тоже показался адекватным, пока не тронулись с места. Девушка хотела выйти, но таксист не останавливался. Я понимаю, что мне проще доехать, чем что-то ему говорить, что он у меня там еще придет в этой машине. Но он реально, он был пьян, он вообще еле держался. Держал руля, он ехал по двойной сплошной, ехал там без правил. Вообще мы поворачивали там, где не надо поворачивать, по линии транспорта. Вике невероятно повезло, она доехала живой, здоровой. А вот Татьяну домой такси не довезло. Вот так она выглядела после поездки. Водитель нарушил правила и попал в аварию. Сам он не пострадал, а пассажирке осколками посекло лицо. У меня очень сильно лилась кровь из лица, и начали сбегаться люди и пытались помочь. Как оказалось, у нашего водителя даже не было аптечки. Девушку сразу госпитализировали. Тяжелых травм у нее не было, но на лице остались шрамы. В сервисе, где заказывала такси, Татьяне ничем не помогли. Более того, они замели следы. Все свалили на водителя, а водителя, причем сразу же, просто удалили с приложения, заблокировали. На компенсацию лечения девушка уже не надеется. Ведь даже доказать, что она ехала именно в такси, невозможно. Потому что более 90% такси в Украине нелегальны. Поэтому и ответственности никакой. Кроме того, сейчас устроиться на работу таксистом вообще не проблема. Не нужно ни предусмотренных законом лицензии, медсправки, ни тем более страховки. Это схема устройства на работу в большинство сервисов такси. Кроме них, на рынке вполне успешно, хоть и нелегально, работают таксисты-одиночки. В народе их называют «бомбилы». Принцип их работы – развести пассажира на деньги. А для них самое хлебное место – столичный ЖД-вокзал. Идем туда. Прошу отвезти меня в центр. Просят 250 гривен. Ну, машина представительского класса, думайте, ну-ка, смотри. Вы серьезно? За 250 гривен 3 километра? А что такое 250 гривен? Ну, за такую цену, может, хотя бы чек мне выдадут? Молоденька, никто вам ничего не даст. Трамваи вам дадут билеты. Другой согласился ехать за 100 гривен. Но и тут, как в анекдоте, или шашечки, или ехать. Два тачки. Когда я спрашиваю о лицензии и страховке, таксисты искренне возмущаются. Так а что вы мне младите, если вы как-то забрали? Ну, так вы же сначала погодились меня подвезти, а сейчас вы носом крутите. У вас это самое, у вас миллион требований. А кто вам сказал, что у меня должна быть страховка для вас? Саша подрабатывает таксистом свободное от работы время. Говорит, сейчас почти весь рынок в тени, а в результате страдает качество услуг. Ты раньше не мог выехать на линию, если у тебя неисправная машина. Сейчас я вот просто смотрю, у него три колеса все разные, горит полторы фары, но при этом он приезжает на заказ. В Министерстве инфраструктуры обещают, уже в следующем году будет жесткий контроль. Легальных таксистов будут узнавать по желтым номерам, а нелегалов строго наказывать, штрафовать или забирать машину. В парламенте уже зарегистрирован законопроект. Его еще дорабатывают. Сегодня мы имеем около 40 миллиардов гривен теньовых денег в тени от перевезения. Мы предлагаем, законив эти все моменты, регистрацию информационно-диспетчерской службы. Проблема в том, что навести порядок на рынке такси не могут уже много лет. Геннадий один из тех, кто работает официально. Раз в год он должен проходить медосмотр. Автомобиль такси по украинскому законодательству обязательно должен быть оборудован таксометром электронным. Есть даже кассовый аппарат. В его машине всегда все необходимые документы. Хоть его услуги немного дороже, зато за пассажира несет ответственность. Пассажир знает, что он в случае чего получит материальную компенсацию. Легальное такси, его видно в потоке. Это шашечки. Шашечки на бортах автомобиля, плафон на крыше. А нелегал он, в лучшем случае, у него будет какая-то шашечка сбоку стоять, чтобы он ее мог рукой раз быстренько снять и спрятать под сиденьем. А так работает его брюссельский коллега Эссефиани. В Бельгии у каждого таксиста в машине должен быть терминал для оплаты картой и таксометр. Водитель в костюме. Такие правила. А машина обязательно черного цвета, с желтой маркировкой и шашечкой. Это официальный номер такси. В Брюсселе около 1300 такси. Все подчиняются общим правилам. Каждые полгода надо проводить осмотр машины, каждые 5 лет медосмотр. А чтобы получить лицензию, нужно сдать экзамен. Потерять ее можно, если водителя поймали за рулем пьяным. Цена лицензии зависит от спроса. Может достигать и 100 тысяч евро. Мы платим очень много налогов. В конце года 33% от прибыли. Кроме того, налог на транспортное средство и так далее. В Брюсселе много стоянок такси. Все машины в очереди. Если пассажир подойдет к любой из них, его направят к самой первой. Обустроить такие легальные стоянки обещают и в Киеве, когда заработает закон. Но пока садясь в такси, украинцам приходится лишь полагаться на удачу. Евгения Коваленко, Иван Ермаков, Ирина Диченко, Елена Абрамович и Вадим Сверидонов. Подробности недели телеканал Интер.